Здравствуйте, товарищи! Прибыл я домой. Дмитрий Флегентов на связи. И моя Лада Веста СВКРОС тоже приветствует вас. Сейчас пойдем снимать, вернее не снимать, а измерять уровень масла у двигателя. Вот. Посмотрим, как за 2000 у нас изменился уровень. За 2000 после первого технического обслуживания, которое я провел на 15 тысячах километров. Вот. Ну давайте узнаем же, что изменилось. Напоминаю, двигатель у меня 1.8, робот МТ-2.0, машина сентябрьская, начало сентября. И, соответственно, залито масло Shell 5W40. Бочковое, которое дилер предлагает. Марку я называл в ролике про ТО. Есть ролик. Ну давайте будем смотреть. У нас, кстати, весна. Да, вот. Все тает. Я думаю, что уже все. Снега больше не будет. Итак, привычным движением выдергиваем щуп. Идеально. Что и требовалось доказать. Еще раз. Помните первый замер. Ролик я делал для контроля после ТО сразу. Как видите. Как видите. Все идеально. Ну я это и предполагал. Потому что на двигателе 1.6 у меня было ровно так же. На X-Ray. А тут 1.8. А завод сказал, что проведены мероприятия. И в прессе об этом писали. Так что будем надеяться. Напоминаю, кто посмотрел впервые сегодня. Я не делал никаких нулевых ТО. Потому что они не прописаны в инструкции. И масло я не менял. Вот все 15 тысяч. То есть как с завода было залито, так все и было. Единственное, единственное, что я сделал, потребовалась доливка аналогичного масла на пробеге 8000 километров. То есть долил я там 800 миллилитров. И все. За первые 15 тысяч только вот это потребовалось. Ну вот. Будем дальше наблюдать. Посмотрим. Сейчас я прогнозирую, что доливок не потребуется вообще больше. После вот этой замены. Потому что у меня есть вот такой опыт по X-Ray своему. Там 1.6 был мотор. Так, ну и продолжим теперь по вопросам. Значит, первый вопрос про робот. Друзья, 17 тысяч. 17-200 уже практически. Кто-то, помню, когда еще только купил машину, уже начали появляться комментарии, что якобы вот 17 тысяч, поедешь менять сцепление. Кто-то на 7 тысячах, кстати говоря, пророчил. Но, как видите, вторая версия робота уже доведена до ума. И там не то, что какая-то замена требуется. Тут ничего не изменилось с момента покупки. А как эксплуатирую машину, вы видите на канале. То есть, как я обкатку прошел, так начал отжигать. Ну и, собственно говоря, результат вполне себе предсказуем. Ничего страшного с машиной не случилось. Сейчас я вам продемонстрирую ползущий режим. Чик. Смотрите. Отпускаю ногу с педали. И машина плавно, плавно, без всяких... Видите? Без толчков, без всяких. Начинает свое движение. А на улице, вон, какая каша. Да. А теперь включаем первую передачу. Ну, режим драйв. Не первый у нас, не механика. Отпускаю ногу. И машина плавно, вот видите, начинает в ползущем режиме свое движение вперед. Вот. Пытается. Ну, видите, да? Вот я вот ногу не держу на педали. Она едет вот даже по такой каше. Вот так вот. То есть, как видите, я был прав. И вторую версию робота очень сильно подтянули. Ну, потому что, насколько мне известно, опять же, из источников официальных, АМТ-2.0 был переработан и в плане железа, и в плане прошивки, программного обеспечения. Было изменено сцепление фирмой Валио. То есть, композит был изменен. Более оно стало износа устойчивым, так скажем. Ну, и электроника, соответственно, охраняет. Все это дело не дает ему гореть, фуксовать. То есть, все включается адекватно. И я сейчас вам это продемонстрирую в более динамичном режиме движения. Сейчас мы с вами переедем вот этот переезд, и я разгоню машину. Ну, и сейчас, короче, смотрите, будем динамичный разгон с вами предпринимать. Обратите внимание, моя рука вам покажет моменты переключения безошибочно. Так, все, поехали. Следите за табло. Ну, как видите. Немножко похулиганил, конечно, да. Ну, все, отлично работает. Мягко переключает, не пинается ничего. Никаких звуков посторонних нет. Вот дорога плохая, так, конечно, да. Я думал, будет получше. Но в любом случае, работа-то видно. Работу агрегата видно. И в таких условиях. Вот сейчас на четвертой, а он на пятой переключился. Вообще незаметно. При динамичном разгоне плавные такие чувствуются, как бы, замедления. Но это не пинки, они не неприятные. Когда медленно, в нормальной, ну, как бы, нормально едешь. Там вообще ничего не чувствуется практически. Но, естественно, разница с автоматом есть, как я уже не раз отмечал. То есть, робот с одним сцеплением, это робот с одним сцеплением. То есть, вы едете тут как на механике, только переключает робот. Ну, и переключает он зачастую качественнее, чем это делает человек. Все. А сейчас я вам отвечу на вопрос по поводу ковриков Эва. Давно мы с вами их не смотрели. В общем, помните, я их как-то после Нового года мыл? После... Так, подождите, когда я последний раз их мыл? Не помню. Ну, давно. Там видео есть. Можно посмотреть, я их глиной где пачкал. Так вот, с того момента я их вообще не трогал. Как положил, так и есть. И, собственно, вот, видите, что они из себя представляют. Кстати, положительный момент. Вода отсюда испаряется. Когда долго ездите, в общем, ну, он сухой становится. Вот этот момент тоже меня порадовал. Ездил в Питер, я его не... Короче, ну, ничего не вытряхивал. Он был полный воды. Снег часто я в салон заносил. Потому что постоянно туда-сюда из машины вылезаешь. Ну, в общем, все испарилось. И стекла не запотели. Вот что интересно. Вот, смотрите. Вот она грязь вон в ячейках, вот, сидит. Ну, а так вполне нормально все это смотрится. И вы спрашивали, а не сыро ли под ковриком? Ну, давайте проверим. Я, честно говоря, и не знаю сам. Ну, вижу, что сухо. Я надеюсь, вы тоже видите. Сушь, тишь, благодать. Ничего не видать. Потому что свет не очень хороший тут. Но, я думаю, и вам видно. То есть, ну, нет влаги здесь. Нет влаги. И сам коврик, видите, вот он сухой абсолютно. То есть, здесь я констатирую. Констатирую то, что все, опять же, отлично. Ну, ковриком я доволен. Советую к приобретению. Магазин «Автомечта». Там заказывал. Там все есть. Пошьют так, как надо. Они эти коврики и производят. Так, ну, на сегодня все. Я думаю, что информацию вам дал полезную к размышлению. Будем смотреть дальше. Кстати, про концевики точно спросите. Никаких проблем вообще нет. Вот он не дубеет, они. Не знаю, изменилось, может что-то или нет. Но морозы были. Не прихватывало. Вот не замечены были концевики в каких-то проблемах. Все, пошел.